Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем работать с нейросетями. В данном случае у меня сгенерировано изображение в нейросети MidJourney. И давайте посмотрим, как это может стать основой для дальнейшего создания, например, эскизов. Потому что это может стать как основой мудборда, как художественным эскизом. Но если вы вот такое покажете дизайнеру, он будет понимать, что делать. А производство скажет, а что там, как там, где там, почему там и что с этим нужно делать. Давайте мы к этому нашему великолепному образу создадим технические рисунки в Adobe Illustrator. Я открыла уже два шаблона, они у меня четко пропорциональны. Для того, чтобы эскизы получились реалистичными на реалистичную фигуру, никакого искажения пропорций не было. И мы начнем. Я нарисую эскиз только с лица, а по-хорошему для производства нужно нарисовать перед и спинку. Просто для того, чтобы показать, как это будет смотреться. Итак, приближаю первую часть. Смотрите, у меня два слоя. На одном изображении, на втором шаблон. И я их заблокировала. Создала новый слой, на котором я буду рисовать перышком. Начну я с рисунка блузки, а потом, соответственно, уже перейдем дальше. Здесь особенность эскиза, что рукава подвернутая. Когда мы рисуем технический эскиз, мы будем рисовать рукава в свободном состоянии. Соответственно, приступим. Блузка будет у меня короткая. И начнем. Эскиз, шаблон мой размечен, поэтому никаких проблем с нанесением линий у меня не возникнет. Я понимаю, что и где. Юбка у меня там до талии. Соответственно, блузка будет у меня тоже чуть-чуть ниже талии, чтобы она оставалась еще места для того, чтобы заправить. И если на том изображении, которое сгенерировано в нейросети, у меня вариация получается, что блузка заправлена, здесь я буду рисовать ее в свободном состоянии с распущенными рукавами. То есть, как видите, достаточно много изменений. И будет смотреться по-другому. Плюс ко всему, я также уверена, что если, например, я нарисую вариацию и какой-нибудь другой художник нарисует вариацию, мы получим разные прочтения данного изображения. Поэтому здесь много-много вариантов. Так, здесь у меня будет зеркальное отражение. Смотрим. И эта часть должна быть у меня впереди. Так. То есть, как видите, вот по этой линии оно потом защипляется. Здесь образуются спокойные такие складочки. А мне сейчас нужно сделать основу. Так, по линии груди. Я думаю, что можно даже чуть более глубокий сделать. Момент. Вот так вот. То есть, как здесь идет линия, так мы ее и здесь. И здесь тоже чуть-чуть можем расширить. Для того, чтобы это все совпало. Так. Так. Здесь. И здесь. То есть, мы все-все-все точки проправляем. Для того, чтобы у нас было удобно. И чтобы оно совпадало, ну, соответственно, с тем, как мы себе это представляем. И, соответственно, да, то, что вот здесь заправлено, здесь у меня не заправлено. Я по низу сделаю такую вот штучку. И здесь тоже такую штучку. Угу. На передний план. Так. Теперь давайте сделаем спинку. От точки к точке. Здесь тоже так и так. И, естественно, на задний план мы это все уберем, чтобы оно не мешалось. Вот здесь сделаю естественный выгиб. Инструментом опорная точка. Смотрите, туда вот оно сейчас. Оп. И вот так вот поправлю. Вот. Это получилось. Теперь можно, конечно же, определиться, нужна ли нам... Нужен ли нам центральный шов или будет цельнокрольная спинка. Я думаю, что в таком варианте вполне может быть цельнокрольная. Надо только... Единственное, чтобы посмотреть, хватит ли ширины, чтобы одевать такого рода изделий. И вот здесь типа закрепочки. Так. Теперь мы отрисуем... Здесь у нас будет с вами отстрочка. Отстрочку я буду рисовать сразу дублированием. Ну, то есть отрежу кусочки. Вот у меня получилась точная копия. И можно снять с шаблона, например, отстрочку. Напоминаю, кстати, все отстрочки вы сможете скачать. Не отстрочки, а шаблоны, на которых я работаю. Можно скачать у нас на сайте. Ссылочка есть под видео. Вы можете использовать и, пожалуйста, как бы скачивайте. У нас есть мужские, женские, детские. Работайте с теми, которые вам удобны. Шаблоны действительно очень упрощают жизнь. Позволяют делать эскизы пропорциональные. Поэтому не пренебрегайте. Можете создать свои. У меня есть видео, как создать свои шаблоны. А можете использовать мои готовые и ускорить свою работу. Так. Здесь мне тоже нужна отстрочка. Так. Выбираем. Ставим на место. Опускаем немножко вниз. Так. Сюда я поставлю закрепочку. Именно закрепочку. Вот так вот две. Не хочу, чтобы здесь была какая-то там пуговица или еще что-то. Это будет просто две закрепки, чтобы блуза так свободно себя вела. Соответственно, вот здесь надо сделать выточку. Так. Пунктирная линия убираем. И сейчас карандашиком. Через... Так. Это мы сделали. Теперь будем рисовать рукав. На том картинке, который у нас есть, рукав подвернут. Я буду рисовать его на полную длину с манжетиком по низу. Соответственно. Еще раз повторяюсь. Это одна из вариаций, которая может быть не истинно в последней инстанции. Поэтому, возможно, вы по эскизу сделаете по-другому. И это совершенно нормально. Так. Вот он у меня. Кат. Сюда. На манжет. И свободный рукав. Вот. Так. Теперь я рисую манжетик. Толщина манжета в данном случае остается только за мной. И как это будет выглядеть, тоже только за мной. Потому что, ну, больше никаких подсказок у меня нет. Я уже сама это делаю. И вот здесь сделаю две маленькие пуговки. Промаленькие. Маленькие, такие как бусинки. Одна. Чтобы она смотрелась более мило, поправлю ей контур. И вторая. Можно и здесь поставить пуговки, но мне хочется, чтобы там были именно закрепочки. Вот. Можно 0,25, а можно по толщине 0,5. Толщину контуров можно варьировать, насколько эта деталь главная. Давайте покажу еще один момент. Называется инструмент Blend. Сейчас мы с ним проработаем. Как сделать красиво на рукаве такие вот полосочки. Вот смотрите, я сделала обрезку рукава. У меня осталось две линии. Одна линия и вторая. Объект, переход, создать. Получилась одна линия. Объект, переход, параметры перехода. И мы сейчас заданное число шагов сделаем. Ну, например, 5. Давайте сделаем просмотр. Достаточно мне или недостаточно. Нет, я думаю, что можно побольше. Да, достаточно. Почему такая вот белая ерунда получилась? Белая ерунда получилась вот здесь. Вот. Теперь это мы все делаем тоненько. И возвращаем сюда. Это наши вот такие защипчики получились. Еще можно как бы, что сделать? Можно разобрать. Сейчас. Объект. Переход. Разобрать. Теперь каждая часть стала отдельным векторным изображением. Уберу крайние линии. Они мне не нужны. А вот у этой штучки создам копию с альтом. И добавлю вот сюда тонкую-тонкую отстрочку на 0,25. Чтобы она прям тоненькая была. И сюда поставлю. То есть рукавчик такой будет более интересный. Чтобы убрать немножечко яркость, непрозрачности добавлю. Она тогда туда встанет поглубже в рукав. И не будет так ярко выделяться. Сейчас еще, наверное, немножечко вот так вот подвернусь, чтобы она внутрь эскиза встала. Все вместе это выбираю. И, соответственно, я же не буду второй рукав рисовать точно так же со всеми этими историями. А просто сделаю копию. Вот. У меня получилась вот такая блуза. А вот сюда я хотела еще пуговку добавить. Сюда. Конечно, если я вот такой эскиз сделаю, я потом пойду к конструктору. И буду с ним выяснять, как мы это все будем делать, как мы это будем строить и кроить. Но вот такого плана блуза у меня получилось. Теперь здесь вот смотрите, тоже вопрос. Я когда готовилась к записи видео, честно могу сказать, не спонтанно было сделано. Я думала, что там должно быть внутри. То есть там либо юбка, либо брюки. Соответственно, я все-таки склонилась к мнению о том, что там должны быть свободные брюки. Брюки, которые просто вот. Вот прям простые брюки. Без всяких яких. Вот очень простенькие. Они могут быть на полную длину, а они могут быть не на полную длину. Типа брюки. Сейчас я посмотрю на самом эскизе, как это будет лучше смотреться. Но там вот внизу я поставила, что будут брюки. Потому что долго думала, что, наверное, юбка не юбка. Но все-таки свободные брюки там должны быть. На мой сугубо личный взгляд. Сейчас мы их туда поставим сразу. То есть они будут основой эскиза. Никакого там отдельного супер пояса и чего бы то ни было, я с ними делать не буду. Но мы сейчас это все туда поставим. Так, чуть-чуть вниз. Вот. Теперь сделаем зеркальное отражение. Вот у нас получилась основа. Можно их сгруппировать вместе, можно не сгруппировать. То есть в основе лежат брючки. И скорее всего, скорее всего, мы не обойдемся, чтобы вот здесь были выточки. Одна выточка и вторая выточка. Может быть, надо вот отдельно сесть, подумать, какая будет спинка. Скорее всего, потальная молния сбоку, либо как-то там на поясе. В общем, это надо отдельно сесть, подумать. И может быть, оно сшито с верхней юбкой, как вот здесь, да, с поясом. А может быть, это две раздельные детали. Я сейчас пока подразумеваю, что это сшито вместе. Но, как бы, опять же, может быть и нет. Соответственно, повыше. Вот. И теперь поверх у нас получается ложится вот такая свободная юбка. Да, я сейчас заблокирую, чтобы у меня этот слой не цеплялся, когда я буду рисовать поверх. И буду рисовать сверху. Можно нарисовать только одну половинку, потом ее тоже раззеркалить. Это будет достаточно удобно. Поэтому нарисую одну половинку. Вот. И потом ее просто раззеркалю. Юбочка тоже долго я ее смотрела. Все равно, получается, на ней надо... Отрезную часть делать и пришелывать туда. Типа волана что-то. Поэтому... По-другому никак. Так. И вот здесь вот уже будет... Такая вот свободная история. Так. Сюда вот она у нас приходит. И уходит обратно наверх. Вот. Сейчас все поправим. Это пока такой черновой вариант. Мне само нужно посмотреть, насколько хорошо оно все смотрится именно на шаблоне фигуры. И это всегда, конечно, показывает, как оно... Так, ткань будет лежать. Вот. Так. Смотрим. И, конечно же, здесь у нас будет перекрытие. Потому что, ну, верхний слой будет перекрывать нижний. И ничего там, никакой прозрачности не будет. Здесь все вот так и должно быть. Так. Здесь встала, не встала. Смотрим линии. Поэтому я заблокировала брючки, чтобы у меня ничего никуда не цеплялось. Чтобы я это все могла сделать. И я это все видела. Вот эту линию чуть-чуть пониже. Там будет пояс. То есть чуть-чуть мы будем видеть часть брючек. Так. Здесь тоже, чтобы не так круто было. Смотрим. Линию, 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 линию. Так. Добавляем линии. Линии, которые будут у нас показывать вот эту всю красоту. Сюда линия. Сюда линия. Сюда. Отдельная линия. Смотрите, когда у меня будет активный мой какой-то эскиз, то, соответственно, я буду, когда в точку вставать, она будет пропадать. Чтобы этого не было, мне нужно скинуть выделение. Тогда я могу спокойно все это делать. Так. Линия. С шифтом на пустом месте. И тогда скидывается. Линия. Так. Смотрю. Здесь тоже линия. И здесь тоже линия. Вот что у меня получилось. Вот здесь почему-то у меня две линии. Сейчас мы поправим нижнюю, чтобы она ушла под нее. Вот. Вот такая история. Теперь эту часть надо все выбрать. Сгруппировать. И, соответственно, мы ее сделаем зеркальным отражением, потому что эскиз. Можно нарисовать тут то же самое, но не вижу смысла тратить на это много времени. Здесь мы будем видеть кусочек спинки. Соответственно, сейчас мы его тоже нарисуем. Линии пока все топорные. Я их еще не проправила. Поэтому не пугайтесь. И вот здесь, ну, скажем, вот так. Какая сейчас будет особенность? Смотрите, если я помещу назад, у меня брюки остались на другом слое. Поэтому мне нужно эту часть вырезать. Поместить ее на часть с брюками, чтобы она ушла под брюки. Тогда будет все гармонично смотреться. Такая вот особенность. Теперь выбираю линии. Зажала Shift. Инструмент. Белая стрелочка. Direct Selection. И выбираю нужные мне линии для того, чтобы сделать на них обработку, чтобы они были более мягкие, более красивые, чтобы это все на эскизе смотрелось более гармонично. Либо вот так, либо очень красиво вот такая линия смотрится. И, конечно же, ее надо сделать потоньше, чтобы она была более мягкая. Вот, вот так. И еще один слой я создам. И на этом слое нарисую красивый пояс с бантом, который будет поверх. То есть вот у меня уже брюки там есть, да? Но я говорю, я бы сделала брюки максимально простыми из возможных, для того, чтобы это все было красиво. Так. Пояс, он будет сходиться вот сюда. Здесь у меня будет узел. И, соответственно, здесь у меня будут легкие складочки. Здесь у меня будет линеарная поддержка. Соответственно, отсюда сюда. Отсюда сюда. Отсюда сюда. И так вот с загибом. Тоже сначала рисую достаточно грубо линии, потом буду их сейчас смягчать. Сразу, чтобы было видно. То есть вот так вот линиями я прорабатываю, как у меня здесь будет пояс. Выбираю. Все остальное у меня заблокировано. Я сейчас работаю только со слоем. Это вот почему удобно, когда у вас есть слои, чтобы это все сделать. Теперь мы можем это все, например, сгруппировать и сделать тоже зеркальное отражение. Вот у меня добавилось. Теперь сам узелочек, сам бантик. Он должен быть вот здесь. Вот мы его делаем. И из этого банта у меня будут еще выходить дополнительные кусочки завязочек. То есть вот мы завязали вот так. Мы завязали вот здесь. И я хочу, чтобы там узел был такой двойной с большой такой красивой штукой, как у нас на фотографии. Я вам сейчас покажу. Вы тоже это увидите. И вот здесь тоже такая история. Сейчас посмотрим, что сделать пошире, что поуже. Соответственно, вот здесь сейчас мы уберем мягкость вот этого угла, чтобы он был пожестче. Так. И вот эти части у меня должны быть сверху и вот это сверху. Смотрим. Сравниваем, что получилось. Видите, здесь пошире. То, что я увидела в сравнении, нужны эти части более широкие. Так. Сейчас мы пошире сделаем. И вот эту линию тоже пошире. То есть свободное. Такие что-то между поясом и шарфом для того, чтобы создать вот эту очень красивую иллюзию. Единственное, нужно будет посмотреть, насколько это будет в жизни удобно, не будет ли путаться в ногах. Но тут не угадаешь, тут надо пробовать. Возможно, для фотографии будет красиво, а для жизни некрасиво. Или тонкая ткань как раз не будет стеснять никакие движения. Глажу инструментом сглаживания. И можно сделать, чтобы он чуть-чуть выделялся на эскизе, вот совсем чуточку, вот его прям вот таким вот сереньким. Совсем-совсем чуть-чуть, чтобы был акцент на том, что он выделяется, и он чуть-чуть сверху. И можно, например, также вот брюки выделить, сделать их светло-светло-серыми, чтобы была просто тональность. Вот, получилось два эскиза, то есть вот такой эскиз, и к нему еще мы дорисовали два эскиза. Собственно, а чем же будут заниматься дизайнеры? То есть, чтобы вот это расшифровать и предложить свою вариацию, а как это может смотреться, нужно еще нарисовать эскизы. И то, что я говорила в самом начале, я нарисовала исключительно, но сейчас только вид спереди. Естественно, нужно нарисовать вид сзади, подумать, возможно, привлечь в команду конструктора-технолога, чтобы они проговорили. Потому что здесь у меня очень большой вопрос к рукавам, как их лучше сделать, как лучше сделать манжеты и все остальное. Но я бы предложила вот такую вариацию, которая бы красиво носилась. Опять же, кто-то может предложить юбку, я предлагаю брюки. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам такой вариант работы, когда нейросеть вам помогает и дает основу, а вы потом это разрабатываете, подходит вам такое или нет. Что бы вы еще хотели посмотреть? А на этом все. С вами была Чайковская Екатерина. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новинки, поставить лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам видео или нет. И до скорых встреч. Пока-пока.